Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркет, составлять ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику, обязательно посмотрите, вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал, где на ежедневной основе мы опубликуем огромное количество аналитического контента вам в помощь. Друзья, заходите в разные секции нашего YouTube-канала, выбирайте разные виды анализа, фундаментальный, технический и на основании всего этого принимайте, фильтруя через вашу торговую систему, торговые решения. Ну что ж, вчерашний день, традиционный для понедельника вялый денек. Это обусловлено тем, что обычно в понедельник мы не говорим о каких-то значимых макроэкономических отчетах, но все будет меняться по ходу развития событий на этой неделе, потому что уже сегодня я предлагаю обратить внимание на три фундаментальных события. Это данные по рынку труда Англии. В 9.00 совсем скоро по московскому времени будет опубликован целый блок статистики уровень безработицы, темпы роста заработных плат по английской экономике. Как вы помните, пару фунд-доллар я рекомендовал покупать ранее. Причем в качестве базы для этой идеи я обозначал слабость доллара, именно снятие карантинных ограничений и хорошую возможность для экономики выйти на адекватные и оптимальные для Англии показатели экономического роста. И сильная статистика, которая опубликуется последние, ну точно больше трех недель, вот этот такой длительный период, что приближает вероятность и повышает шансы точнее на то, чтобы Банк Англии оказался в числе первых, кто начнет активно ужесточать денежно-кредитную политику. В идеале бы увидеть, конечно же, рост процентных ставок, потому что в плане сокращения программы количественного смягчения у нас уже есть прецедент. Это и Резервный банк Австралии, и Банк Канады. Так вот, если сегодня данные не разочаруют, то вероятность повышения процентной ставки может пусть и немного, но вырасти. И это, по идее, очень хорошая поддержка для британской валюты. Далее мы переключим свое внимание на статистику из США, это роничные продажи, которые выйдут в 15.30. На фоне последних релизов, как бы на контрасте того, что мы видели по английской экономике, американская статистика особо-то не радует. Вспомните последний отчет по инфляции, последние данные по мичиганскому доверию потребителей. Ну, не радует тех, кто хотел бы сейчас активно купить, покупать американскую валюту в расчете на то, что ФРС также будет становиться все ближе к решению, которое предполагает ужесточение денежно-кредитной политики. После последнего провального релиза по настроениям потребителей и их замедления темпов роста инфляции, я полагаю, что роничные продажи сегодня, скорее всего, разочаруют. Если мы сейчас посмотрим на прогнозные ориентиры, минус 0,2% ожидается против 0,6%, который мы видели в июне. При таких данных считайте, что будет еще один повод продать американскую валюту, потому что слабые роничные продажи, еще один сигнал для Федрезерва не торопится, чтобы лишать экономику действующих экономических стимулов. Ну и, конечно же, самое главное событие этого дня, это выступление Джерома Паула в 20-30 по московскому времени. Очень важно, что оно состоится буквально за неделю до его выступления в Джексон Холле. Мне очень интересно послушать, что же он может сказать. И значимость этого события объясняется тем, что как раз Паулу придется с оглядкой на все прошлые релизы, комментировать перспективу американской денежно-кредитной политики. Несмотря на то, что я все-таки даже сейчас считаю, что если нам и стоит закладываться под какие-то изменения политики Федрезерва, то это уже на симпозиуме в Джексон Холле, есть определенная доля трейдеров, которые считают, что первые сигналы потенциальных изменений или отсутствие в будущем этих изменений могут быть даны уже на сегодняшнем выступлении Паула. В общем, денек обещает быть очень интересным, волатильным, поэтому контролируйте риски, следите за загрузкой ваших депозитов, это очень важно. Ну и что касается наших основных идей, индекс доллара 92.69, я за то, чтобы индекс американской валюты до симпозиума просел в район 92 или даже ниже. Поводов для этого достаточно, опять же, только что перечислил вам причины статистические, фундаментальные, из-за которых доллар может находиться и дальше под прессом. Золото, как мы и предполагали, 1785, активный рост, и практически золото компенсировало все то снижение, которое мы видели после выхода данных по Non-Farm Perils. Моя цель – это ближайший целевой ориентир, я думаю, что мы окажемся выше 1800 долларов за тройскую унцию. И золото, друзья, продолжают получать поддержку на фоне сохраняющейся тенденции снижения доходности американских трежер. Поэтому в данном случае работаем по тренду. Так же, как мы работаем по тренду в отношении американского фондового рынка S&P сейчас 4463 пункта. И до конца этой недели, может быть, несколько самоуверенно я отмечаю, что у S&P есть шансы добраться до 4500. Но почему бы и нет? Фон этому располагает. Цель 4500 делаем и спокойно оставляем американскую фондовую секцию до следующих инвестидей. Американский фондовый рынок NASDAQ и S&P даже при текущих уровнях дали нам очень неплохую возможность заработать, и мы этой возможностью воспользовались. Доллар канадец, также цель 1.24. Основные события ждем еще. Среда, пятница. Данные по инфляции, роничным продажам. Австралиец сегодня против американца активно снижается. Это обусловлено тем, что последние ограничения и фактические локдауны в основных областных центрах Австралии стали причиной того, что Резервный банк Австралии передумал сокращать программу количественного смягчения. В сентябре ожидалось, что она будет свернута с 5 до 4 миллиардов австралийских долларов в неделю. Это решение практически уже откатили. И я думаю, что в планах смягчения, ужесточения политики точно не будет. И в случае официального подтверждения этой информации, я думаю, это точно произойдет. Австралийцы могут просесть еще ниже, до 0.72 и, может быть, даже 0.71. Фунт против доллара по-прежнему сделка в лонг. Ждем данные по рынку труда сегодня и потенциально настраиваемся на поддержку, которая может прийти для фунта в связи с этим. И рынок нефти все без изменений. 69.53, вчерашний лоу 68.13. Я думаю, что есть очень высокие шансы достичь 65-67 долларов за баррель. Три основных индикатора состояния китайской экономики, промышленное производство, ровничные продажи, инвестиции в народное хозяйство разочаровали. Baker Hughes, рост количества терминалов и в целом ковидная обстановка. Все это пока за то, чтобы сырьевой рынок продавать. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Хорошая торговая сессия. Всем пока.